ОМТВЮА. Про Головне. ОМТВЮА. Про Головне. ОМТВЮА. Про Головне. О чем идет речь? А речь идет о том, что судьбу общины и судьбу храма, по мнению некоторых представителей украинской власти, должны решать все. Вот для того, чтобы стало очевидным неправомерность, а в каком-то смысле просто глупость этого предложения, давайте представим себе, что судьбу банка решают все. Не учредители, а все, кто живет на этом месте. Вы что, с ума сошли, что ли? Вы знаете, в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях состоялись референдумы. Их итоги подведены, результаты известны. Люди свой выбор сделали. Сегодня мы подписываем договор о принятии в состав России Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области. Уверен, что Федеральное собрание поддержит конституционные законы о принятии и образовании в России четырех новых регионов, четырех новых субъектов Российской Федерации. Потому что это воля миллионов людей. В Европе предложим, так же, как и в Херсонской области, провести референдумы, конечно же, присоединиться и Франции, пускай это будет Французская республика Российской Федерации, немецкая какая-то область. Ну, пожалуйста, мы всем готовы как раз вот равнозначно сохранить социальные права, дать необходимое количество газа, топлива, то есть жить, как когда-то мы жили в Советском Союзе. Только мы теперь растянемся от Тихого океана до Атлантики. У вас в самом дурном сне не могло возникнуть то, что родится в Киеве власть нацистско-бандеровская под прикрытием ЦРУшникова. Что эта власть отдаст приказ расстреливать Донецк, который уступал по красоте и мощи только Киеву. Эта власть временна, которая сидит в Киеве, незаконна, и она обязательно рухнет. Что бы они там ни делали, и как бы они ни изображались. Экономику они добили, малый и средний бизнес изуродовали. Что касается выбора, простой криминал, и вы это увидите в ближайшее время. На серьезные соглашения эта публика не согласна. Диалог вести с Новороссией и Донбассом не хочет. Нормальная власть будет. Там три требования было на Донбассе. Родной язык, нормальное экономическое отношение и поддержка базов производства. Они убирали всю... Что касается Новороссии, от Харькова до Николаева, Одессы, это и есть Новороссия. Она давала три четверти в казну Киевскую. И поэтому сейчас они истребляют это, а сами ничем не занимаются. Поэтому-то она обречена. Но мы не можем согласиться с тем, что под боком рядом с нами появились натовцы. Если натовские базы возникнут под Харьковом, подлетное время до Москвы, 2-3 минуты. Вы штаны не оденете, как вам все обесточат, и вы не в состоянии будете нажимать на те кнопки, которые связаны с ракетно-ядерной и космической техникой. Поэтому у нас вопрос принципа. Мы помогали Новороссии, будем. Вы учитесь, растите. И вы будете... Как вы построите вот республику нашу, такой она и будет. Покажите, как нужно жить в нашей стране. И никогда никому не отдавайте нашу великую родину Новороссию. Никакого ада нет. Ну как же нет, когда ты живешь в аду. Слово пионер считалось таким себе немножечко ироничным. Но нет, это слово несет великий смысл. Вступая в ряды пионерской организации, Пионерской организации, Перед лицом своих товарищей, Перед лицом своих товарищей, Что? Опять? И жить на благо своего народа! И жить на благо своего народа! Виннишко стало дорожать, Нарпады стало не хватать, Не порезвиться и не обохмелиться! Это несущие конструкции российской государственности. Наш генетический и культурный код. Владимир Владимирович, судя по вашим словам, Мы полетим на Луну, верно? Да, но вы знаете, что программа рассчитана до 2030 года, Но первая, во всяком случае, ее часть. Так что вот уже заканчивается работа над созданием корабля Федерации, И началась работа по сверхтяжелой ракете, Которая должна быть использована для работы по Луне. Так что, здесь сомнений нет. Будем активно работать, Будем эту программу осуществлять. Это вопрос имиджа космической сверхдержавы. К Марсу, кстати, тоже полетим. Есть соответствующая программа. Мы же не можем, как Илон Маск, возвращать нашу ракету. Почему? Потому что они стартуют с Канаверал И подгоняют морскую платформу в ту точку, Где должна свечкой сесть первая ступень. Мы-то где будем сажать ее? В Якутии, что ли? У нас есть хорошие программы, связанные с освоением дальнего космоса. Вот к 22-му году мы должны испытать, провести первое испытание сверхтяжелой ракеты, А к 24-му, да, и к 22-му году это должны быть уже, должны быть пуски в беспилотном режиме. А к 24-му уже пилотируемые аппараты должны использоваться. В общем и целом у нас большие, очень такие амбициозные планы в развитии космической сферы. Прилетели уж, наверное. В 30-м году уже будем на Луну ездить на работу, судя по всему. В 2031 году вы откроете офис на Марсе. Дальше. Обучение на базе вооруженных сил Румынии, где украинские хлопцы будут тренироваться еще полгода уже на настоящих двухместных F-16 с инструкторами из Бельгии, Дании и Голландии. В любом случае здесь сохраняют присутствие и иностранные бойцы, сохраняют присутствие хорошо подготовленные украинские военные. Поэтому линия фронта пока еще со стороны ВСУ отчасти держится. Ленский будет просить США помочь ему закрепиться в Курской области.